Библейский портал экзегет.ру представляет 23-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Этот псалом продолжает тему 22-го. 22-й Господь пастырь мой, ни в чем не узнаю нужды. 23-й говорит уже о том же самом, но в более широком контексте. Он говорит обо всем мире, Господь пастырь всего мира. Этот псалом тоже имеет написание, псалом Давида. Но вот каким образом он связан с Давидом, мы до конца не знаем. Владение Господа, земля и все, что на ней, весь мир и все, кто живет в нем. Он над морями землю воздвиг, водрузил ее над потоками вод. Кто на гору Господню взойдет, кто станет на месте его святом? Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист, не уповал на пустое, не клялся ложно. Вот кого благословит Господь, вознаградит Бог Спаситель его. Вот племя тех, кто приходит предстать перед ним, лицом твоим, Бог Иакова. Музыка. «Распахнитесь вовсювысь врата, распахнитесь древние двери, пусть царь славы войдет». Кто этот царь славы? Господь могучий и сильный, Господь могучий и воитель. «Выше станьте врата, распахнитесь древние двери, пусть царь славы войдет». Кто этот царь славы? Господь воинств, это царь славы. Псалом очень красивый, но кажется немного несвязанным. Друг с другом его части как-то изолированы, как будто. «Господь владеет всем миром». Вот в предыдущем псалме «Господь пастырь мой», а здесь он господин всего мира. «Над морями землю воздвиг, водрузил ее над потоками вод». Ну, это представление древнего человека о том, что земля покоится над каким-то вот мировым океаном, над какой-то бездной. Ну, хорошо, это понятно. А дальше «Кто на гору Господню взойдет, кто станет на месте его святом?» И ответ «Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист». Ну, то есть фактически никто. Но вот племя те, кто приходят, предстают пред ним, пред лицом твоим Бога Иакова. Значит, такие люди есть? И вдруг совершенно неожиданно распахнитесь врата, пусть царь славы войдет. И как ответ, да, здесь прямо видишь два полухорья, которые исполняют этот псалом «Пусть царь славы войдет». Кто это царь славы? Господь могучий и сильный. Так кто, простите, куда войдет? Человек на гору Господню, то есть в некоторый его такой дворец или храм, но, скорее всего, не физический, а, скажем так, надмирный, да? Или это, наоборот, Господь входит, а куда он входит? В этот мир, что ли? Или в свой храм одновременно? Как-то все непонятно. Но, на самом деле, очень даже понятно, если мы вспомним, что предшествующие псалмы, многие из них были царскими, они говорили о царской власти, и мы прочитали как раз вот совсем недавно о том, что царская власть в руке Господа, 21-й псалом, Господь пастырь мой, 22-й, да? И вот Господь в своем дворце, кого он может принять? Только людей чистых и честных. Здесь не сказано, как оказаться в их числе и что делать человеку, сознающему свою греховность. Здесь дана просто такая общая принципиальная картина, и это картина царского приема. Господь царствует над всей землей, к нему стекаются толпы паломников, толпы тех, кто хочет принять какое-то участие в этом его торжестве, и, наконец, входит он, да, как царь входит в свой тронный зал, когда там собрались уже все придворные, все уже заняли свои места, и вот распахиваются ворота, и входит царь. Вот такой красивый образ Божьего триумфа, в котором, оказывается, можно участвовать. Но как стать человеком, который невинный, чистый сердцем, не уповает на пустое, ложно не клянется? Сказать-то хорошо, а как сделать, как этого добиться? И вот отчасти на этот вопрос будут отвечать очень многие псалмы последующие, включая 24-й, где будет описано, вот как быть человеку, каким образом ему приблизиться к Богу, и что ему делать, если он сознаёт при этом свою греховность и своё недостоинство. Значит, следующий 24-й псалом в каком-то смысле будет комментарием к 23-му, 23-й этот красивый, яркий, но не очень понятный образ, а 24-й говорит, ну, а ты, глядя на всё это, как себя можешь ощущать в этом всём, что ты можешь делать, где ты вообще в этой картине? 24-й это попробует описать.